У Гомеля стартовал международный фестиваль сатиры и гумору «Белая ворона» для людей с порушением слыху. Недалеко от везки Якубовка в палаточном лагере собрались команды из Беларуси и России. У сего около 100 человек. Удельника у фестивалю наведала наш корреспондент Ганна Каральчук. Все лето фестиваль проходит в десятый раз, а в минулом году ему исполнилось 20 годов. Юбилею «Белой вороны» рады и организаторы, и удельники, бы некоторый час за финансовых проблем он не проводился. Али зараз Центр инклюзивной культуры знову запрашает до себя саброу. Показать свои таленты приехали 8 команд с Гомельской области, а так само Бабруйска, Борисова и Калининграда. И коли россияне на этом фестивале выступают только в другой раз, то, например, Борисовчане в пятый. Нам очень нравится этот конкурс, потому что здесь большое разнообразие программ. Можно проявить себя в любом виде. Хочешь ты на газету, концертная программа, «Белые вороны» с белым. И, кроме того, дело в том, что для наших участников это единственная возможность собраться, пообщаться. Они все вместе учились, когда-то общались, им хочется видеть друг друга. А у всех работа. Поэтому, когда мы приезжаем на такое мероприятие, они общаются, встречаются. Знаете, это очень интересно. Сирот первых конкурсных выпребываний – вернисаж гумористичных газет, после которого вызначаются лепшие мастаки-карикутурысты, а так само конкурс театрализованных программ «Артысты-гуморысты». Птушины – символ фестивалю, связанный с каждым споборництвом. Так, конкурс гумористичных роликов называется «Воронин Оскар». А кроме этого, у зельников чекаются ее рабочение «Белой вороны» и «Воронина ежа». Конкурсанты так само померуются силами у спортивно-культурных выпребываниях и вызначат у ладальников титулов «Мисс Белая ворона» и «Мистер Белый Крумкач». Это фестиваль направлен в первую очередь на то, чтобы люди объединились под лозунгом, можно так сказать, «меньше грусти, больше веселья». Это фестиваль для того, чтобы объединить людей с посредствами этой смехотерапии. Каждый год нам на фестиваль приезжают новые участники, которые раскрываются, показывают себя в различных ганрах. Это пантомима, клоунады, жестовая песня, сценки. Естественно, очень приятно смотреть на то, что уровень творчества инвалидов по слуху все растет и растет и растет. И это с каждым фестивалем подтвердается. Центр инклюзивной культуры считает, что это такое небольшое подведение итогов творческого года. Но оно не серьезное, оно с юмором, оно с весельем, оно с хорошим отдыхом и таким вот палящим солнцем. К нам приезжают очень многие жители города Гомеля, также на этот фестиваль, на какую-то из программ, спортивную, либо театральную, как это будет сейчас на сцене. Поэтому это очень большая компания, и мы надеемся, что с каждым годом она будет расти. Завершится фестиваль в субботу великим галоконцертом и церемонией узнагороджения переможцев. Анна Корольчук, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель».